Доброго дня! С вами канал Процветок и я травница Ольга Спиридонова. И сегодня я расскажу вам, как быть немножко волшебником и как научиться превращать грязь в золото. На самом деле ничего сказочного, и я просто поделюсь с вами информацией, которую я переняла от своих бабушек, прабабушек, травниц, у которых ничего на хозяйстве, в деревне, на даче не пропадало зря. Почему? Потому что у них были знания. Они знали, что и как и для чего полезно. Сейчас еще холодное время года, но многие дачники, многие, у кого есть свои сады, многие, у кого есть свои зеленые изгороди, готовятся к их обрезке. Что чаще всего вы делаете с веточками, которые обрезаете? Я не ошибусь, если скажу, что большинство из вас эти веточки просто-напросто выбрасывает. Выбрасывает, сжигает, превращает в мусор, делает из них, возможно, какие-то насыпи, которые, засыпая землей, потом превращает в валы, клумбы, грядки. Но это действительно драгоценное сырье для нашего здоровья. И я сейчас вам об этом расскажу, и я сейчас вам это докажу. Начнем с растения, которое дает нам самое обильное сырье для наших вкусных чаев. Это яблони. Яблони обрезают очень многие, очень часто, вот эти волчки, чтобы они не загущали крону, чтобы они не мешали цвести и созревать плодам. И на самом деле вот эти побеги яблони, на самом деле они тоже обладают очень целебным свойством. Не меньшим, чем сами яблоки и не меньшим, чем листва. И сейчас, когда ранняя весна, конец зимы, когда испытываем мы дефицит витаминов, нет смысла бежать за какими-то дорогостоящими витаминами в аптеку, когда вполне свой витаминный баланс можно поддержать напитками из вот этих вот веточек со своей любимой дачи. Итак, веточки яблони. Они дают не очень яркий по вкусу, но очень нежный, с медовым таким привкусом чай. Причем вкус и цвет чая будет зависеть от сорта яблони. Например, китайка или яблонедичка, она даст очень высоко витаминный, душистый, но горьковатый чай. А вот, например, антоновка, она чай даст бледный, но он будет очень вкусный, нежный. И тот, и другой чай обладают целебным воздействием на организм. Во-первых, они помогают отогнать отеки. Очень неплохо очищают почки. При регулярном применении снижают уровень холестерина. Опять-таки, при регулярном применении чай из веточек яблони может регулировать, поднимать гемоглобин. А это особенно актуально весной. Ну и витамины и органические кислоты, в первую очередь это витамин С, насыщают наш организм, если мы регулярно будем заваривать такой чай. Как его сделать? Из срезанных веточек выбрать самые чистенькие, на которых нет лишайника, нет грязи. Порезать секатором на небольшие кусочки по 1-2 см. Бросить горсть таких кусочков в термос литровый и залить кипяточком. Можно оставить на ночь. И утром использовать вместо воды, вместо основы под какие-то растворимые напитки, вот этот душистый поливитаминный яблочный чай, яблочный напиток. Можете добавлять, заваривать им какой-то привычный вам чай, или разбавлять его, например, чтобы совместить вот это целебное воздействие с вашим привычным рационом. Какие еще веточки мы можем применять? Веточки груши. Они дают очень мягкий, не очень яркий, насыщенный, но с медово таким вот сладким ароматом легкий чай. Также очень неплохо снижают уровень холестерина, помогают избавиться от отеков. И помогают избавиться от охриплости в горле. Я очень часто работаю именно разговаривая, и вберечь свое горло мне приходится. И вот теплый чай из грушовых веточек очень хорошо помогает, когда приходится много говорить, много рассказывать, много выступать или много петь. Очень интересный и исключительно целебный чай из веточек вишни. За счет того, что там содержится соединение амигдалина, синильной кислоты, она вот такой миндальный привкус, аромат амаретто, передает в том числе и чаю из своих веточек. Из веточек вишни получается чай, который великолепным образом помогает справляться с проблемами кишечника. Кишечник начинает работать достаточно регулярно, уходит в запоры. Чай из веточек вишни очень хорошо помогает справиться с отеками, особенно с отеками сердечного происхождения. Очень хорошо помогает он отгонять отеки и в том числе при беременности, когда противоотечные средства не рекомендуются, чтобы не нагружать почки и сердце беременных женщин. А вот плодоножки вишни или же веточки вишни действуют очень-очень мягко. И убирая вот эти вот отеки, они помогают на самом деле чувствовать себя намного легче и здоровее. Чай из веточек вишни разжижает кровь. Это очень полезно и людям в возрасте, у которых кровь уже имеет естественную тенденцию загущения. И это очень помогает тем, кто переболел ковидом. Регулярно принимая вот такой вот чай из веточек вишни, мы помогаем своему организму держать в норме вязкость крови. Ну и совершенно волшебный аромат аморетто за счет вот этого миндального привкуса тоже доставит нам немало удовольствия от такого чаепития. Веточки черной смородины. Никому не надо рассказывать, как душисто пахнут листочки черной смородины. Мы их добавляем при маринаде в огурцы, даже не задумываясь о том, что наши бабушки и прабабушки добавляли не только для того, чтобы ароматными сделать огурчики, но и для того, чтобы вывести из организма лишние соли, которые могут задерживаться с тем же рассолом. Веточки смородины, их не надо долго заваривать, достаточно 2-3 минутки. Они дают такой же целебный эффект. При всей нежности, душистости и достаточно прозрачной светлости чая веточки черной смородины дают эффект выведения солей из организма. Пожалуйста, когда вы обрезаете свою смородину, не выбрасывайте веточки. Помните о том, что это здоровье ваших суставов. Примерно таким же эффектом, но чуть более слабым, обладают веточки шиповника. Причем, опять-таки, разные сорта шиповника могут дать разный по окраске чай. Помимо того, что это будет поливитаминный чай с очень оригинальным ароматом средним, таким между вкусом яблони и вкусом розы. Недаром шиповник, он относится к семейству розоцветных. Веточки шиповника, неважно, коричный, морщинистый шиповник, они дают, опять-таки, высоко поливитаминный чай, содержащий в первую очередь витамин С, выводящий из организма лишнюю жидкость, отеки. И, в первую очередь, как я уже сказала, выводящий из организма соли, из почек и из суставов. Веточки черемухи содержат тот же самый амигдалин, как и вишня. И они дают очень душистый, терпкий чай, который обладает вяжущим противовоспалительным действием. Если вы где-то что-то не то съели, и кишечник у нас сработал нехорошо, болит, бурчит, может быть, где-то ослабился стул диарея, там проскочила, чай из веточек черемухи великолепным образом поможет нам справиться с этой проблемой. Если с кишечником все в порядке, можно просто добавлять по 2-3 палочки в общий чай для придания аромата, вот этого бесподобного аромата аморетта. Ну и помним, что черемуха, веточки черемухи, обладают противомикробным, противовоспалительным действием. И полезно при таких проблемах с желудком или с кишечником черемуховый чай применять достаточно регулярно. Веточки малины. Малиновые кусты кто-то тоже, возможно, обрезает. Не выбрасывайте эти веточки. Это кладезь здоровья. Чем нам полезны веточки малины? Прежде всего, так же, как и ягоды, так же, как и листья, которые более часто применяемы, побеги, молодые побеги малины, точно так же разжижают кровь, снижают температуру и снижают давление. Поэтому побеги малины в каком-то плане даже бесценны, я бы сказала. Они применяются и при простудах. Вполне можно заварить малину, например, с калиной или малину с таволкой. И это будет аналог той тройчатки, которую колют при высокой температуре доктора. У вас снизится температура, у вас упадет давление, пройдет головная боль. Кровь разжидится благодаря природным салицилатам, содержащимся в побегах малины. Если же вы здоровы, чай из веточек малины ежедневно, на ночь, вполне заменит вам сердечный, так называемый, аспирин. Потому что тоже снизит густоту крови и поможет вам хорошо заснуть. А наутро поможет вам выгнать лишнюю жидкость из организма и чувствовать себя здоровым. Веточки рябины. Причем, если у обычной рябины веточки дают очень полезный, но не очень вкусный чай, который снижает холестерин и содержит витамин ПП, укрепляющий стенки сосудов, то у черноплодной рябины веточки дают великолепный чай, вкусный, насыщенный. Но помним, что он может слегка загущать кровь. При этом он содержит йод и рекомендован тем, у кого проблемы со щитовидкой. Видите, сколько много интересных знаний, которые помогают нам использовать, казалось бы, бросовый посадочный материал для своего здоровья. Я рассказываю об этом слушателям своей фитошколы Дивея, но я прошу вас, отнеситесь к этому внимательно. Каждый из вас может оглянуться вокруг и увидеть, какое зеленое золото его окружает. Если у вас есть проблемы с подбором каких-то саженцев, чьи веточки вы потом будете использовать для своего здоровья, вы можете обратиться к консультантам магазина Процветок, и они помогут вам с подбором посадочного материала. Подбирайте и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова